Самая опасная цифровая угроза за всю историю интернета. Так специалисты по IT-безопасности называют новый вирус, пятницей заразивший порядка 200 тысяч компьютеров в большинстве стран мира. Больше других пострадали Индия, Украина и Россия. Президент Владимир Путин заявил, что к произошедшему косвенно причастны американские спецслужбы. Между тем, эксперты лаборатории Касперского полагают, что вирус могли создать северокорейские хакеры. Подробности у наших корреспондентов. Активность вируса пошла на спад, но со дня на день атака может повториться. Специалисты по компьютерной безопасности признают, ни с чем подобным глобальная сеть еще не сталкивалась. Мотивы хакеров неизвестны. Попав в систему, вирус шифрует файлы и требует перечислить деньги за их восстановление. Но, несмотря на большое количество зараженных компьютеров, создателям вредоносной программы удалось собрать лишь около 70 тысяч долларов, которые даже не обналичили. Одной из первых жертв виртуального вымогателя стал сектор здравоохранения в Великобритании. Глава Европола отмечает, что медиков Туманного Альбиона не раз предупреждали об уязвимости их компьютеров. Мы давно знали, что сектор здравоохранения во многих странах особенно уязвим. В этой сфере обрабатывают большие массы чувствительных данных, причем часто для этого используются устаревшие компьютерные системы. В США в связи со случившимся провели экстренное заседание в Белом доме. На выходных президент Microsoft Брэд Смит заявил, что в кибератаке виновны в том числе и американские власти. Дело в том, что создатели вируса использовали уязвимость Windows, о которых спецслужбы США знали давно, но скрывали эту информацию, чтобы использовать ее в своих целях. Между тем, российский президент отметил, что настало самое время обсудить проблему кибербезопасности на серьезном политическом уровне. Понимая, что джины, выпускаемые из бутылки подобного рода, особенно создаваемые в спецслужбах, они потом могут наносить ущерб даже их авторам и создателям. Тем временем эксперты лаборатории Касперского выяснили, что код WannaCry совпадает с кодом троянских вирусов, которые ранее применяли хакеры из КНДР. Именно их считают виновными в краже 81 миллиона долларов из Центробанка Бангладеш в прошлом году, а также в атаке на кинокомпанию Sony Pictures в 2014. Специалисты отмечают, что частичное совпадение кода не может быть доказательством причастности Пхеньяна, однако на сегодняшний день это единственная зацепка. Пользователям же рекомендуют внимательно относиться к загружаемым файлам, не открывать сомнительные письма и установить все последние патчи для операционной системы. В будущем, подчеркивают в антивирусных кампаниях, миру предстоит пережить еще не одну подобную атаку. Следующая крупная кибератака совсем не обязательно случится в ближайшем будущем, и скорее всего она будет отличаться от того, чем мы до сих пор имели дело. Тем не менее, это лишь дело времени. Мы все больше зависим от цифровых технологий, как дома, так и на работе. На интернет сейчас опираются и государственные органы. Угроза будет нарастать, и нам нужно очень серьезно к ней относиться. Ну а пока провести международное расследование кибератаки призывает Европейское полицейское агентство. Ведомство сейчас сотрудничает со всеми странами, пострадавшими от вируса, и пытается выйти на след преступников.